всем привет итак на второй день наш герой обыгравшись в первом туре олимпийского чемпиона на этот раз обыгрывает еще одного международного гроссмейстера на этот раз членом норвежской сборной йохана себастьяна крестьянсина играет на этот раз роман белыми и в защите двух коней выходит конем на же 5 очень рискованное продолжение потому что если бы черные сыграли здесь c6 то ну лично на мой взгляд после dc bc у белых уже определенная проблема то есть можно получить и хуже но черные сыграли слон d7 точно точный ответ ферзь е2 на слон d6 вроде бы рекомендуется сначала меняться на d7 потом заезжать пешку d5 но получилось перестановка ходов у белых лишняя пешка которая впрочем черными отыгрывается и у белых должен оказаться минимальный плюсик за счет того что слон у них должен быть чуточку посильнее коня противника движок рекомендует играть ферзь f3 защищать пешку d5 пытаться вынудить именно размен слон бьется 3 роман решил избежать строение пешек и теперь у него позиция уже вызывает некоторые опасения потому что все таки слон теперь у черных очень интересный ход b4 белая забрали пешку но теперь если защитить централизованную лошадку путем c4 то после е4 у черных намечается ну такая серьезная активность впрочем b5 делает позицию белых чуточку более опасный для них и несмотря на то что роман очень изобретательно здесь действовал бить на c5 нельзя из-за вилки конь е6 да что ты будешь делать у меня лечес чуть-чуть барахлит ладья вынуждена отойти на а6 у белых должно быть тем не менее чуточку похуже особенно после хода конь b5 то есть сейчас централизация путем ладья е5 давала черным на мой взгляд лучшие шансы также интересно взятие на а2 последовал немножко неудачный ход слоны в 4 но мы видим что уже оба играют на добавленном времени у обоих в районе полуминуты плюс-минус там несколько секунд и после разменов на е3 позиция примерно равная конь на d5 очень сильный но все-таки борьба идет на разных флангах конь f4 ход неудачный защита пешки d3 вместо активизации короля могла привести к тому что у белых возникли бы некоторые проблемки конь d3 король е8 конь b4 ладья c7 и здесь роман ошибся что в итоге принесло ему правда победу конечно нужно было защищать пешку c5 скажем ладья c1 а теперь в игре на разных флангах конечно же шансы черных у которых слон борется с конем надо существенно выше черные должны были пойти не аж 5 опять чтобы влезть ладью в обжорный ряд то есть давайте примерный вариант посмотрим а 5 конь d3 ладья c3 и черные пешки продвинуты дальше черные черные пешки поддержаны слоном и ладью и белые пока что никуда еще не отправились но и йохан себастьян сыграл h5 и позиция почти уравнялась то есть у черных все равно лучше потому что потому что слон сильнее коня в борьбе на разных флангах но после него немножко неудачного слон е5 уже шансы уравнялись и роман смело отправился своего короля за пешкой h5 и после король б6 конь d3 черным нужно было взять на же 3 что вело к ничьей они забыли это сделать рома вместо конь бьет е5 опять же должен был сначала пойти а4 черный вместо ладья бьет е5 могли снова в промежутке взять пешку на же 3 что вело к ничьей а после ладья бьет и 5 король бьет h4 мы видим что пешки романов то есть не часто восьмилетние ребята так уверенно трактуют ладейное окончание то есть пешки романа явно быстрее идут вперед и перекрытие после чего белые неизбежно проводят ферзе черные могли сдаться сразу но они сдались только после того как увидели что рома не забыл и про вторую проходную пешку очень очень неплохой результат молодого шахматиста двукратного напоминаю чемпиона россии до 8 лет романа шагджиева остальные партии сегодня вроде бы он проиграл но тем не менее ждем еще следующий скальп завтра